Всем привет и здоровья, сегодня у нас реакция на как мы озвучивали трейлер кунг-фу панда 4 с Михаилом Галустяном Бэкстейдж Red Hat Sound Всем привет, друзья, на связи Дима Чареватинка Дмитрий Чареватинка И сегодня обещанный бэкстейдж с записи трейлера кунг-фу панда 4 Да, посмотрим Как вы знаете, мы постарались привлечь все эти самые голоса и в трейлер и в фильм постараемся сделать это, в том числе главного героя Михаила Галустяна Я уже смотрел этот трейлер в озвучке Red Hat Sound Охрененная озвучка Дубляж, точнее Актера и актеров, в частности мастера Шифу и панды По Михаила Безумная благодарность вам за активность, за то, что поддерживаете, за то, что пишете добрые слова Обязательно подписывайтесь на телеграм-канал, в котором вы будете на стейдже Да, подписывайтесь Да, кстати, а пока мы не продолжили, хочу объявить, что у нас есть канал, на котором мы выпускаем озвучки Пандертейл и другим фандомом Недавно у нас вышла новая озвучка Так что рекомендую тебе перейти по ссылочке в описании под этим видео и начать отслеживать наш канал, если вдруг тебе стало интересно Подпишись, не пожалеешь и нажмите X для начала шоу Он даже заходит, отвечает, общается там со зрителями, с подписчиками Это прикольно, кстати Это очень приятно, поэтому тоже на него подписывайтесь Интересное взаимодействие с аудиторией И давайте, если не принимать у вас много времени, будем начинать А Голоситян-то шарит За культуру, можно даже сказать Интересно, если фильмы шли какие-то скучные Интересно, посмотрите на процесс озвучки Как это происходит Новости выключали и давай там сидим вдвоем и дублируем А в этом случае, кстати, как правильно, правильно, озвучка или дубляж? Ну, прикалывались Ну, я не знаю, ну, дубляж, да, по идее Даже полноценно не просто озвучка за кадром Да, а дубляж полноценно Режиссер дубляжа Чуть-чуть, когда вот словил Ничего себе, честно, я нежка при другом представить Безобидная нежка по-другому представлял себя Режиссер дубляжа, ну, да ладно Вот здесь, и это очень отзывается хорошо в зрителях Потому что, когда человек не понимает персонажа Он чуть-чуть его, свои рамки Он на него переставляет и получается он скован А когда он нравится, и ты начинаешь ему еще свою дублю Он будет идеально совпадение А самое первое, получается Это, я же в кукольный театр ходил Это, получается, тоже такой дубляж Ну, не дубляж, а озвучивание А я, между прочим, как раз таки тем же самым занимаюсь У нас там есть Я хожу тоже на кукольный театр Периодически И там тоже за разных персонажей играю, озвучиваю И, в принципе, мне это тоже помогает лучше работать в озвучке Единственное, я только много слов не проговариваю Иногда тяжеловато мне озвучивать Много дублей у меня Ну, я попросу Опять-таки озвучку на канале X2Play Реклама, которая до этого была, скорее всего Ну, да ладно Ты даришь Тут пытаешься сказать, там, сделать этим Я волк Да, да, у нас тоже волк Есть, правда, я озвучиваю не волка Я озвучиваю там ворону Других персонажей Следующий шаг на своем пути О, Александр Ходченков Выходит, я больше не воин дракона Ихайгал Циан Станешь духовным наставником долины мира Ну, такие приятные родные голоса все-таки Ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа Это, конечно, непросто, да. У меня та же ситуация на X-to-Play. Порой могу переозвучивать одну и ту же фразу. Ещё раз посмотрю. Который меня может не устраивать. В принципе, там... Мне, короче, эта тема близка с озвучками, так и так далее. Особенно сейчас, когда я веду X-to-Play. Утренний пир, на завтрак зефир, на обед гуляш и гарнир. Вот тут небольшой комментарий по поводу футболки, когда мы выложили в телегу кружочек, где Михаил без футболки. Люди спрашивали, а зачем, почему? Ему жарко. Это не совсем обычный случай. Ну, кто смотрел с Михаилом интервью, он говорил о том, что Джек Блэк, который голос по... Он не смотрел, кстати, интервью. Надо посмотреть, кстати. Типа, чтобы лучше войти в роль в Пок. Он же тоже голый, только лишь в штанах. Из-за этого, я так понимаю. Он тоже это делал без футболки, потому что это создаёт лишние шумы. Да, ты чувствуешь себя не так органично. Персонаж в кадре, он постоянно прыгает. Возьму на заметку. Так что, возможно, в следующий раз, когда я буду что-либо озвучивать, особенно там, где движения есть часто, я, короче... Смеётся, кряхтит. Там много физики. И если вы будете делать это... Надо, чтобы ты ещё волосатым не был. При этом, чтобы, типа, если ты трёшься очень много, чтобы шубуршения волос тоже не было. А вместо тех тоже проблемы есть, ладно. В одежде, да, тем более, которая там хрустит, щепит, то это может всё пойти в микрофон. Поэтому вот такой профессиональный подход в плане того, чтобы не создавать лишних... Ну да, конечно, я нечасто такое действительно тоже наблюдаю, смотря на многие, как дубляжи делаю шумов, чтобы не сковывать себя, своё тело. А как вы знаете, я больше никого такого не работал телом. И чтобы дать максимально много органики, ты должен опыт включаться внутренне, в том числе физически. Внутри непокое внутренний мир, да. Без кофты. Это не из-за того, что студия Red Hat Sound там что-то сказала. Нет, это просто это. Ему так удобнее. А плюс уже жарко, и когда идёт запись, кондиционеры не работают. А, всё-таки нет, всё-таки тоже глядишь. Мы опять же, поэтому там жарко. Это тоже второй фактор. Вот поэтому всё нормально, не переживать. На завтрак зефир, на обед гуляши, нормально. Это какой-то облом. Я вообще изначально думал, что это, чтобы войти больше в персонажа полу. Ну, в принципе. В принципе. Слышь, скот, удар слабоват! Кстати, вот этот вариант, типа внутренний пир, на завтрак зефир. Вот этот вариант, он гораздо уместнее, чем в трейлере, в дубляже, который другой, который выходил, где там что-то про бургерское босо. И там как-то... Здесь они прям постарались, чтобы звучно было хорошо, как в оригинале. Спрашивают, что у кого как. А у кого он спрашивает? У лисы. У нас в этой... В этом фильме появляется... Она не лиса, она волчица! Вроде бы. Да. Герой. Лиса, да. Он у неё спрашивает, кто такой Тайлунг. Ловещие, типа, кто это? Или кто это? Кто это? Могущественная колдунья. Кто это? Хамелеонша. Как не найти эту Хамелеоншу? Кстати, мне показалось в том дубляже, в другом немножко переигрывают актеры все-таки, смотря на вот этот... Аторотхедсаунд дубляж. Мне так показалось. Что ты проговорила? Хамелеонша по букву. Прекрасно. Возможно, стоило проанализировать эти два трейлера, но я думаю, это не так будет интересно, и не хочу затягивать реакцию. А Хамелеониха вам не нравится? Хамелеониха. Ну, поскольку прописано везде. А, ясно. А-а-а! Где это мы? Хамелеониха. Хедал и преступника. Постой, ты преступница? Отлично. Какой хороший характер здесь. Постой, ты преступница? Отдайте мне первый я его... Первый лучший. Хороший, хороший оставляем. Я с точки зрения того, что это будут слушать дети, и им хочется сделать все самое лучшее. Детки, осторожнее. С фейерверком. Может, малыши искать или детки надо, да? Малыши, поосторожнее с фейерверком. Но если в конце, то лучше детки. Осторожнее с фейерверком, детки. Детишки можно. Осторожнее с фейерверком, детишки. Зачем нам тебе помогать? Чтобы вместе одолеть Хамелеоншу. А тут вот Хамелеоншу у него вместе в конце, а поменяли места. Это вы поменяли, да? Да, серьезно, подход. Говорит together. А в конце говорит вместе. Да, места поменяли. Все, я понял. Я был и остаюсь воином дракона. А там дракона сквищ. Войном драконе. Кстати, а звук от... Я был наушник. Не может быть дракона. Скидыш. 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 Ой, это джет. Как-то правильно пальцев захватусь и делается. Ну, какой из меня духовный наставник? Все в твоих руках. Вы о печеньке? Ты должен стать чем-то большим, чем ты сейчас. А еще рычит тут. Рычит. Да, вот весь трейлер в шифу только и дело, что... Ааааа. И вариантиком сделаем чуть-чуть даже такой... Чуть-чуть добавить такое, ну, как бы пренебрежение. Вот я-то хорош. Прям чуть-чуть. Вот соперник равный тебе по силам. Старая ты бака. Вот соперник равный тебе по силам. А здесь вот знаешь, что я думаю? Мы можем здесь дублик сделать и записать. Будем интересно за это наблюдать, конечно, за процессом. И она делает превосходная степень, понимаешь? Он говорит, ей равный Как по силам, так и собственно по росту А она делает больше И она становится уже неравной Вот здесь можем Как и режиссер Проникается Вот тогда получается игра слов Прям тоже она как бы в работу Прям понимает моменты, нюансы Какие-то детали даже Которые многие даже зрители не понимают Это правда интересно Да, мы с тобой очень похожи А ведь реально она типа получается По равным по силам Она как бы реально Превосходит теперь его Выше Но она чуть-чуть Она же чуть-чуть неправильно говорит Он говорит скадыш А она скадыш То есть такая жалкая копия Ну да Плохо скопировала Но мне моим сказать голосом Можно сделать Давайте посмотрим как получится Отойди Сейчас я надеру Себе Задницу Вау Смачно А можно посмотреть? Да А можно тоже еще Пукнуть тоже Можно Я очень буду ждать У нас в кинотеатрах Очень сильно буду ждать Дубляж От Red Hat Sound Этот фильм У нас сейчас Скажите в Барнауле Крутят ФНАФ Фильм От Red Hat Sound Короче Классное видео Классный процесс Отзвучки Очень Похвально Кстати не показали Как процесс Отзвучки Тайлунга Ну может ладно Человек просто не очень Как бы Не очень хотел Чтоб его там снимали Может быть из-за этого Не знаю Свои причины могут быть Не важно В любом случае Все равно Очень классно Показывается здесь Кухня Дубляжа Прям очень За этим интересно наблюдать А мне Как человеку Которая Очень Такой В озвучке Сейчас Особенно в данный момент Уже Входит Мне за этим Еще прикольнее наблюдать Я думаю Вы понимаете Ну и как бы Что-то возможно Взять тоже на заметку Ну в будущем Наверное Я буду голубь снимать Озвучки Тогда Ладно Конечно Это Шучу конечно Но Хотя Кто знает Ладно Короче Надеюсь Вам эта реакция понравилась Всем желаю здоровья И конечно же мира Всем Пока Пока